МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Новый год исполнились мечты четырех жителей Заполярной столицы. Записки с их желаниями оказались на главной елке в Кремле. Здравствуйте! С новостями округа вас познакомят мои коллеги. Я, Ирина Никешина. 2019 год в Ненецком округе пройдет под знаком здоровья. В последний рабочий день уходящего года были подведены итоги общественных обсуждений и двухнедельного голосования за тему года, которые проводились на странице официального паблика Ненецкого округа во ВКонтакте. Всего в голосовании приняли участие 2422 жителя региона. Из них 978 человек, или порядка 40,5%, проголосовали за год здоровья. За год здоровья проголосовал и глава региона Александр Цибульский, отметив, что есть серьезные планы по развитию системы здравоохранения в регионе. Они в первую очередь связаны с реализацией соответствующего национального проекта, определенного президентом и правительством. Наша задача обеспечить такой уровень качества предоставления медицинских услуг на территорию округа, который в полной мере удовлетворял бы как жителей округа, обратившихся за медицинской помощью, так и тех, кто эту помощь предоставляет, сказал Александр Цибульский. Мне обидно, что мы находимся почти на первом месте по количеству потребляемого алкоголя и нездорового образа жизни. Мне не нравится. Мне кажется, у нас есть в этом смысле потенциал больше. Мы в этом году провели работу. Вы знаете, приезжала федерация скейтбординга. А сейчас недавно приезжали олимпийские чемпионы, генеральный секретарь федерации бокса. Это очень важное направление, потому что это то, что может занять тех самых ребят, которые сегодня слоняются по улице, и не знают, чем им заняться. И когда человеку нечем заняться, у него и мысли всякие дурацкие в голову лезут, что-то попробовать, то, что, может быть, и не стоит пробовать в жизни. И в этом году мне бы хотелось в этом направлении продлить скейтбордингу, как такой неформальный спорт. Хотя он уже абсолютно формально стал олимпийским. А с другой стороны, вот есть идея построить школу прогресса бокса, которую большую часть финансирования возьмет на себя федерация и стать хорошей такой боксерской школой. Вторым в рейтинге опроса стал год родного края. За него проголосовали почти 35% респондентов. Меньше всего жителей проголосовало за год предпринимательства. Эту тему выбрали 4% опрошенных. Как отметил глава региона, выбор основной темы года не означает меньшее внимание к остальным вопросам, касающимся развития округа. Администрация Неницкого округа направила свыше 3 миллионов рублей на развитие спортшколы труд и вокальной студии «Дюцлидер». Данная финансовая поддержка осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией региона и компанией «Лукойл». В эстрадно-вокальной студии детско-юношеского центра «Лидер» обучаются дети в возрасте от 5 до 18 лет с 2006 года. На сегодняшний день в студии занимается 51 человек как на бесплатной, так и на платной основе, на условиях софинансирования. В рамках исполнения соглашения об участии недропользователей в социально-экономическом развитии Неницкого округа компания «Лукойл» направила денежные средства на модернизацию материально-технической базы студии. Для вокалистов будут закуплены голосовые микрофоны, микшерный пульт, звукоусилительный комплект, ноутбук и сценические костюмы. Кроме того, администрация НАУ в рамках соглашения с компанией-недропользователем выделила средства для спортивной школы труд. С 2019 года в труде вводится хоккейная спортивная подготовка, в том числе для спортивного резерва. Средства предназначены для приобретения хоккейного тренировочного комплекса и закупки необходимого спортинвентаря. В настоящее время хоккеем в спортивной школе труд занимаются 150 человек разного возраста. В Ненецком округе за прошлый год родились 569 младенцев, 310 мальчиков и 259 девочек. Еще 21 ребенок, зарегистрированный в округе, появился на свет за пределами региона. Такие данные сообщили в отделе ЗАГС аппарата администрации НАУ. Согласно статистике отдела ЗАГС администрации округа, в четырех семьях родились двойни, что в два раза меньше по сравнению с прошлым годом. Самые популярные имена для мальчиков – Артем, Тимофей, Андрей, Владислав. Девочек чаще всего называли именами Полина, Варвара, Виктория и Анастасия. В числе редких имен этого года – Тихон, Святослав, Элиза, Ульяна и Таисия. С 1 по 9 января в окружном роддоме уже успели принять 10 родов. На свет появились 11 детей, из них одна двойня. Кроме того, окружной отдел ЗАГС с начала прошлого года зарегистрировал 204 брака, что на 47 меньше, чем в 2017 году. Что касается разводов, в прошлом году его официально оформили 157 пар, на 15 больше, чем годом ранее. В случае смерти зарегистрировано 388. Старшеклассникам из многодетных семей будут компенсировать расходы на подготовку к школе. С инициативой изменения в окружной закон о поддержке семьи, материнства и детства выступил губернатор округа Александр Цибольский после обращения к нему активистов клуба многодетных семей «Семья». Ежегодная единовременная выплата к учебному году на компенсацию расходов на приобретение одежды, обуви и канцелярских принадлежностей ранее была предусмотрена только для детей с 1 по 9 класс. После рассмотрения законопроекта и принятия депутатами положительного решения ежегодно по 9 тысяч рублей на эти расходы многодетные семьи смогут получать и на учеников 10-11 классов, то есть обучающихся по программам среднего общего образования. Как отметил Александр Цибольский, принятие этих мер потребует дополнительных расходов из окружного бюджета. Средства будут выделены за счет сформировавшегося по итогам прошлого года и профицита бюджета. Соответствующие поправки в действующий документ единогласно одобрены администрацией региона. Проект закона внесен на рассмотрение окружного парламента. В окружную столицу пришел новый авиаперевозчик. С января 2019 года авиакомпания «Руслайн» запустила прямые рейсы из Наринмара в ряд городов – Санкт-Петербург, Архангельск, Екатеринбург и Киров. 7 января жители Наринмара могут улететь в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Архангельск с 8 января в Киров. С февраля «Руслайн» намерен запустить прямые рейсы до Уфы и Челябинска. Как сообщает прислужба авиакомпании, минимальный тариф в одну сторону из Наринмара в Санкт-Петербург и Уфу составит от 5550 рублей, Архангельск – от 4000 рублей, Екатеринбург, Киров и Челябинск – от 5050 рублей. Как следует из информации, размещенной на официальном сайте Росавиации, рейсы авиакомпании «Руслайн» из Наринмара до Екатеринбурга, Архангельска, Санкт-Петербурга, Уфы, Челябинска и обратно являются субсидируемыми. Полеты по этим направлениям будут производиться на канадских самолетах «Бомбардир СРГ» пассажиров вместимостью до 50 человек. С расписанием полетов можно ознакомиться на официальном сайте авиаперевозчика. Депутаты окружного собрания, несмотря на новогодние праздники, провели выездное совещание. Темой для него стало качество уборки городских дорог. Вместе с депутатами состояние дорог и тротуаров проверяли представители профильного департамента. Тротуары эти, как их чистить? Если мы поставим заборы, будет опять служба. А вот около школы как раз там не причисли. Под пристальное внимание народных избранников попали дороги центрального микрорайона. Состояние, качество уборки. Нет, мы сейчас должны о том думать, что настолько узкие тротуары, что когда дороги передадут к нам, мы как будем мучиться с этими тротуарами, которые узкие, за счет того, что наставили кругом заборы. В ходе инспектирования парламентарии сошлись во мнении, имеют место быть нарушения основных показателей зимнего содержания. Ширина чистой дороги без снега и льда, толщина снежного наката на проезжей части и обочинах, наледь, некачественная уборка остановочных площадок, тротуаров. И что такое колейность, мы определились. И мы хотим понять, все-таки, чтобы когда с общих позиций говорим, что же мы хотим под дороги увидеть и понять, как она должна чиститься, значит, мы говорим самое ключевое слово – колейность. И, значит, вот это разделить между сторонами движения, у нас средняя часть должна, этот горбик должен что-то отсутствовать. По результатам проверки депутаты и специалисты профильного департамента администрации округа приняли решение провести еще одно выездное заседание. На этот раз привлечь сотрудников ГИБДД, представителей мэрии и организацию, обслуживающую городские дороги «Дорримстрой», чтобы совместно обсудить пути решения общей Наринмарской проблемы – состояние дорог. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ненецком округе продолжается строительство зимника Наринмар-Тельвиска. По данным подрядчика, работы будут завершены до 14 января. Обустройством зимней дороги Наринмар-Тельвиска занимается Транскомсервис. По информации компании, сейчас в строительстве зимника участвует один бульдозер. По два человека занимаются установкой вешек и намораживанием ледовой переправы через реку Казенная Виска. Толщина льда на ней составляет порядка 60 сантиметров. По данным Транскомсервиса, зимник будет готов до 14 января. Изначально подрядчик должен был сдать зимнюю автодорогу до 20 декабря 2018 года. По этой причине к нему применены соответствующие санкции. В Новый год исполнились мечты четырех жителей Заполярной столицы. Записки с их желаниями оказались на главной елке в Кремле. Сертификаты счастливчики получили из рук губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского. На торжественном событии побывала и наша съемочная группа. Мария Кулябцева – одна из участниц благотворительного проекта «Мечтай со мной». Об акции «Елка желания» узнала от знакомой, которая предложила подать заявку и рассказать о самой заветной мечте. Мария признается, когда раздался звонок, ее пригласили на торжественное вручение сертификатов, эмоции переполняли. Невосполнимые эмоции. Слезы, радость и счастье испытываю. Просто не верится. Мечта сбывается. Хотела попасть на концерт Дмитрия Маликова. И моя мечта сбылась. Я еду в Санкт-Петербург. Это вот в феврале месяце. Еще один счастливчик – студент Ненецкого аграрно-экономического техникума Игорь Карманов. О проекте узнал от преподавателя. Его желание – экскурсия по Москве. Прошло чуть больше месяца, и вот молодой человек получил сертификат на исполнение заветной мечты. Мама Игоря, Анжелика Карманова признаются – их семью эта новость приятно шокировала. Я тоже не ожидала, что исполнит его желание. Он сказал, что была высказана такая мысль. Но я подумала, что высказать можно. И мы не ожидали совершенно, что это были очень яркие эмоции. Все-таки был немножко шок, что вот так наши власти решили все-таки осуществить желание, причем такое не самое дешевое желание, то есть его поездку в Москву. Новогодняя акция «Елка желаний» организована Роспатриот-центром и учредителями благотворительного проекта «Мечтай со мной». Ее цель – исполнение заветных желаний людей с ограниченными возможностями, пожилых людей, детей из многодетных семей и сирот. Как это работает? Подаем заявку на официальном сайте проекта, рассказываем о себе и своей мечте. В декабре организаторы украсили елки в зданиях Кремля новогодними шарами с желаниями. Ну а исполнением мечты занимались губернаторы регионов. У нас в этом году проходит замечательная акция «Исполни желания». И вот Дедушка Мороз приехал, чтобы исполнить желания всех и желаний в этой акции. Проект «Мечтай со мной» существует с 2014 года. За это время были исполнены сотни тысяч заветных желаний. И это далеко не предел. За полярной столицей счастливыми обладателями сертификатов стали четверо жителей города. Ольга Руслова, Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». 7 января по всей стране верующие отметили один из главных православных праздников – Рождество Христово. В Наринмаре праздничная литургия прошла в Богоявленском храме. Кроме того, в окружной столице состоялась и традиционная рождественская ярмарка. Все подробности в материале моих коллег. Рождественская служба в главном храме окружной столицы по традиции началась ровно в полночь. Верующие приходят целыми семьями с маленькими детьми. Все они слушают молитвы и, конечно же, загадывают желания. Это самый главный праздник в нашей жизни. Свет какой-то вот дает он. Даже когда звонят колокола, прямо расцветаешь сам, улыбка, светишься сам. По неволе оно как-то выходит. Как будто посещает себя Святой Дух. И все-таки у нас православие и рождение Христа. И, конечно, этот праздник, если в нашем, говорится, детстве было Рождество, но он воспринимался просто как Рождество и Рождество, то сейчас, конечно же, это православие и рождение Христа. Как признаются жители окружной столицы, в такой светлый праздник как никогда хочется верить в чудеса, как в локальные, так и в глобальные. В то, что все люди будут дружить, все как-то друг к другу будут расположены. Вот в это хочется верить. Верить в лучшее друг в друге, видеть лучшее. Ну а 19 января верующие отметят еще один важный праздник – крещение Господней. В Богоявленском храме также пройдут торжественные богослужения. Кроме того, все желающие смогут искупаться в освященные проруби. Первый вожак, самый главный, это вожжевый вожак. Он ведет упряжку, начиная от первого движения. Уже на следующий день в Дворце культуры Арктика прошла рождественская ярмарка. Организаторы подготовили для горожан большое количество различных площадок. Особой популярностью пользуются традиционные игры народов Севера. Вот, например, участники определяют, кто быстрее приведет к финишу импровизированные оленью пряжки. Передвигать их следует в определенном порядке, строго соблюдая дистанцию, а сделать это не так-то просто. Кажется легко, но она требует внимания, упорства, конечно же, и соблюдать расстояние, это труд с другой стороны. А в целом, может быть, как дети вообще справляются? То есть получается у них? Да, получается, конечно. А это уже старинная русская забава «бирюльки». Задача игроков – из кучки фигурок вытащить одну игрушку за другой, при этом не затронув и не рассыпав остальные. Такое занятие очень полезно для детей. Оно помогает им развивать мелкую моторику, внимание и логику. У меня получилось, да. И в той игре вышло победителями сейчас. Еще одна неотъемлемая часть рождественской ярмарки – различные мастер-классы. Один из них – изготовление праздничных открыток с помощью специальной бумаги. Такая техника называется скрабукинг. Бумага определенная, вот она, скраб-бумага, то есть уже имеет свой определенный дизайн. И различные фигурки можно вырезные делать, можно какие-то декор, цветочки бумажные и так далее. Ну, в общем, вариаций очень много на самом деле. Повышенный интерес у посетителей ярмарки вызвал мастер-класс по росписи рождественских козуль. Особенно усердствуют, конечно же, дети, которые украшают архангельские пряники с помощью белковой глазури. Сначала мы печем дома пряники, испекли, вчера целый вечер пекли. Потом приходим сюда, приносим уже глазурь, и дети свою фантазию проявляют, раскрашивают сами эти пряники. Ну и какая же ярмарка без торговли? Особо спрос на изделия мастеров народного творчества. Так Татьяна Хатанзийская подготовила вязаные игрушки. По словам рукодельницы, на изготовление одной такой поделки уходит от одного дня до двух недель. Больше берут такие небольшие игрушки для детей. Куколок берут, собачек меня тут брали. Сейчас год свиней идут, такой крюшек брали. Деда Мороза были, снегурочки всех разобрали уже. Один Дед Мороз остался. Кроме того, на мероприятии было организовано несколько концертных площадок, где с творческими номерами выступили региональные художественные коллективы. Также свою продукцию представили окружные предприниматели. В общем, скучать на рейнмарцам не пришлось. На ярмарке было на что посмотреть и чем себя занять. Все понравилось. И разнообразие хорошее, и музыка хорошая, и мастер-классы классные вообще. И первый, и второй этаж вообще отличный. И атмосфера нормальная, праздничная, все люди довольны. Вообще замечательный. Все понравилось, все интересно. Дух Рождества чувствуется, ощущается сегодня? Конечно, чувствуется, конечно. Всем здоровья, всем счастья. Спасибо. Илья Сахаров, Иван Кутейников, Игорь Тарасевич, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Эти и другие новости вы можете увидеть на нашем сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.